здравствуйте друзья добрый вечер вопрос ситуация следующем у каждого человека есть куча идей понятное дело что никогда не знаешь хорошая эта идея или нет пока не сделаешь есть и другая страна идея ничто без реализации но она способна дать начало чему-то масштабному взять любую крупную компанию все они начинали с идеи вот и я в 15 лет к слову сейчас мне 30 решил записывать идеи и описывать их реализации к примеру в 2005 году у меня был очень слабый компьютер я не мог играть почти ни в какие игры в тот момент я подумал что наверняка я не один такой но если проблема слабых компьютеров была повсеместно то интернет развивался семи не семимильными шагами и появлялся у каждого я подумал а почему бы не сделать возможность людям с такой же проблемы как у меня просто играть по сети подключаясь с помощью интернета к более мощным компьютером передавая только картинку записав все к себе в блокнот я никому не говорил про идею также как и про другие представьте мое удивление изумление и разочарование когда я услышал в новостях об онлайф этот сервис не был удачным но он дал точок тому толчок тому что сейчас называется облачный стриминг игр и тут обида в том что ничего не сделал чтобы самому реализовать это но если в раннем возрасте мне банально не хватало знаний в том куда идти с моей задумкой и как вообще работает бизнес то с возрастом я начал сомневаться в том как можно доверить свою идею чужому человеку ведь при создании компании ты так или иначе должен будешь рассказать о своей задумке планах и реализации но я понимаю что каждый в нашем мире хочет финансовой стабильности тем самым решив реализовать какую-либо идею ты должен поделиться ею с другими с тем кто будет работать с тобой но как быть уверенным что он не скажет не идея не выгорит да но смысл в общем он говорит вот значит как быть вот когда у тебя идея есть и ты не знаешь вот сейчас доверишь кому-то а потом раз у тебя идею то эту и собрать вот как бы с этим быть вот собственно в этом в этом был вопрос почему-то там концовку меня не распечаталась но вот мы вопрос понял читал я письмо это и вспомнил такую старую хохмачку что там пошли двое там мужиков на охоту и один другом кричит мы кола там я медведя поймал тот гора тащи его сюда а вы так он меня не пускай понимаете мало поймать медведя давайте надо еще так как-то его ну привести в транспортабельное состояние знаете а то непонятно вообще кто кого поймал идеи я бы сказал делись над ну так грубо да делись на две категории идея которую ты сказал кому-то все ее поняли такая простая идея и каждый кто понял если он лучше тебя умеет реализовывать он пошел и реализовал наверное есть такие идеи ну как бы сказать я думаю есть вот например во время интернет бума очень модно было абсолютно все что вот на свете есть все перетаскивать из с десктопа там на веб ну вот все и вроде там и мозгов то особо не надо вот это есть есть а на вебе есть нет перетаскиваем и вот это все перетаскиваю я помню как вышла в паблик компания по моему это было опять даткам да значит они выходя в паблик продали акций на миллиард долларов значит миллиард долларов инвестиций получила компания весь смысл который продавать то что в магазине вот там для кошек и собак продавать это же самое в онлайне почему так много денег там это ну потому что понятно что всем надо понятно что удобно понятно а вроде идеи там как бы коммерческая идея никакая ну просто ноль но конечно если это большой такой и камер спроект наверное там еще что то есть еще что то еще что то то есть человек который просто покупает например еду для собак не не может это все реализовать и даже представить себе эту реализацию если он нет не тонкий специалист вот в этой области на самом деле но но идея да вот он сейчас пойдет этому скажет этому скажет этому скажет и вот на тебе есть такие идеи а есть идеи которые но вот то что там какой-то ноу-хау присутствует то есть если ты не знаешь что и не сделает вроде идея есть и вот как бы да там челму отдела сковородку не подставил и сел укололся пойти без сковородки челма него не работает вот есть такой ноу-хау это уже люди как бы знают что-то какие-то там те тонкости технологии так далее здесь во первых они никому особо и не скажут вот как делается во вторых большинство людей которым скажут они все равно не поймут еще тут есть тонкость 1 состоящая в том что конечно вы можете иметь идею и ей не делиться проблема состоит в том что идея родилась не только в вашем мозгу вот простенькая идея чего-нибудь такого вот на вот он ходит мальчик там 15 лет 16 лет 17 лет обычный мальчик у него еще и компьютер медленный вот и и записывать какие-то идеи если бы все люди вокруг тоже записывали идеи то оказалось бы что вот эта идея там с компьютерами подключающимися к большим компьютерам и так далее что эта идея в общем-то пришла в голову одновременно там скажем там 120 тысяч человек например так чисто вам для для веселухи может быть я расскажу что году в девяносто но боюсь соврать пятом взяли у меня практикантов в одну контору значит что делала контора она разрабатывала такой хардворк ну и софтворк нему тоже драйвера всякие значит идея была такая они в такой в network сеть небольшую собирали я боюсь соврать там до до пяти там 6 компьютеров значит которые могли объединять свои ресурсы допустим один компьютер мощный а остальные дохленькие и вот они вот через вот это вот сеть так локально не через интернет вот то же самое что там с играми да и через интернет вот то же самое с компьютерами просто с компьютерами и через локальный локальную сеть и вот они делали такой хардвор и вот так воткнулся 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 и вот так все получилось вот поэтому что тут сказать то есть можно конечно просто пир-то-пир в сети делить, а там как-то это было более изощренно. Да. Так вот, что хочу сказать. Идея очень простая. Если вы, приобретя идею в свою голову, будете ее скрывать от других, произойдет очень простая вещь. Другие люди, а мы договорились, их там уже 120 тысяч. Другие люди, из них, может быть, из 120 тысяч, может быть, там полтора десятка, найдется активных, инициативных, которые хотят эту идею внедрить, заработать, там у них страсть к этому делу, они понеслись. Вот эти люди, кто-то из них, вот кто-то из них, доведет ее до конца. Не все, не все. Потому что деньги, из них, из всех, дадут только тем, в кого инвесторы поверят, что эти люди в состоянии проекта довести до внедрения, до денег. Потому что им дают деньги в надежде заработать гораздо больше денег. Если они смотрят на вас и говорят, ну, парень хороший, в принципе, но опыта у него никакого нет, значит, в команде у них никого такого нет, кто имел бы опыт и так далее. Представьте себе, вот, создателей Google, которых мы все знаем, да? Вот, там, вот два парня, два аспиранта. Представьте себе, что если бы этих двух аспирантов, инвесторы, которые, значит, положили деньги в Google, не укомплектовали Executive с самого высокого уровня, как бы они сделали вот тот Google, который мы с вами знаем, это абсолютно было бы исключено. Поэтому, значит, дают деньги тем, кто в состоянии, с их точки зрения, инвесторской точки зрения, довести проект до конца. Поэтому прятаться совершенно бессмысленно. Это первое. Второе. Как знать, вот, начиналось письмо со слов, как знать, что идея хорошая или плохая, если ее предварительно не, так сказать, довести до ума, не внедрить там и так далее. Совершенно нет никакой необходимости потратить кучу денег, чтобы понять, что вещь не работает. Есть некоторая экспертиза существующая, люди вокруг вас. И, значит, вы, может быть, если они не понимают, они не чувствуют так, как я. Это тоже бывает. Это тоже бывает. Вот, когда-то была очень замечательная история с Твиттером, как человек, который, значит, придумал Твиттер, обошел 200, 200 разных инвестиционных организаций, и вот в 200-й там, какой-то, ему дали денег на Твиттер, потому что никто не понимал, где деньги. И сам он, наверное, что-то заработал, да, когда Твиттер, значит, там, продал. Но сейчас в общем-то непонятно, где деньги. Понимаете, вот те, кто Твиттером владеет, и те, кто у него потратился когда-то, они сейчас спрашивают себя, а деньги где? И вот там, я помню, во время президентской кампании, и так под конец президентской кампании, когда вот Трамп там активно пользовался Твиттером, вот говорили, надо Твиттер продать Мексике, потому что думаю, кто купит Твиттер, вот кто захочет на него заплатить, потому что, как бы, дело-то убыточное получается, неприбыльное дело. Вот, то есть не случайно 199-то отказались, понимаете? Вот. Поэтому вы идете к людям, которые опытные, и они смотрят, и вам говорят, вот, вот, собственно, и все. Там еще был вопрос, так, знаете, он говорит, вот, как вот вы, говорит он там, в том вопросе, концовку мы съели, вот вы кому-то рассказали, что хотите сделать вот такую школу, а потом кто-то раз и сделал такую школу, и не вы. Вот как быть? А я нескольким людям говорил, давай вместе, давай. А они все отказывались, они говорят, да не, да не, там, заняты, там еще что-то, еще что-то. Поэтому я еще ходил, уговаривал, потому что мне не хотелось одному, это первое. Второе, с того момента, как школа возникла, в течение, может быть, года, ну, полутора, значит, школа возникла, через месяцев, там, допустим, 5-6, это уже была живая легенда, еще через несколько месяцев появилась еще одна, потом за пару месяцев, там, еще 2-3, и так, ну, как школа, я не знаю, объявление в газете вот висит, там, пойди знай, школа это или только объявление, но вот, тем не менее, в какой-то момент, там до десятка их доходил, поэтому, значит, первое, люди хотят попытаться, когда они видят, что вещь успешна, они говорят, о, я тогда тоже пойду, я, может быть, тоже сделаю, понимаете, гораздо больше людей идут в пробитую брешь, пробитую брешь, нежели, вот, когда вы на стене, там, бетонной, нарисовали круг, и говорите, будем бить тут, и вы думаете, сейчас набежит куча народа, которые туда будут бить, и они не будут, кому нужно бы туда бить, они посмотрят на вас, если у вас вдруг получится, понимаете, тогда, может быть, да, тогда, либо вас приобретут, те, у кого много денег, либо они, невзирая на вас, за счет того, что денег много, сделают это лучше, масштабней, там, круче, и так далее, и так далее, они посмотрят, как им поступить, да, поэтому, отвечая на вопрос, о том, делиться идеей, не делиться идеей, чтобы ее не сперли, там, и так далее, если вы послушаете, что говорят на эту тему, а это тема, на которую говорят, тема, на которую говорят, у нас на канале даже есть, на эту тему тоже, там вот Инна Ефимовичек рассказывал, ее спрашивали, она объясняла, и не только Инна, там еще были люди, я интервьюирую иногда стартаперов, и вот, и венчурный капитал иногда интервьюирую, тоже вот люди, которые денежки выдают, и они все говорят, идите, обсуждайте, вот для этого есть стартаповские тусовки, люди ходят, обсуждают, говорят, собирается, может быть, команда единомышленников, и так далее, потому что все понимают, что в одиночку не пробить, все понимают, что идею украсть просто так нельзя, и у вас же не такая идея, которая требует, там, 10 лет учиться, там, в Стэнфорде, и там, сделать PHD одновременно в компьютер-сайенс, и в микробиологии, чтобы ходить с этой идеей, ваша идея на таком уровне, на котором каждый может, ну, правда, вот, если вы задумаетесь на секунду, что у вас там, вот, пример этой идеи, это каждый может, поэтому пробьется тот, кто будет первым, в, не в том, что он эту идею там рассказывал, все рассказывали, а в том, что он соберет команду, он заинтересует инвесторов, он проявит некоторую, прыть в реализации ее и так далее, правильно там было вначале, сказали, что идея без реализации ничто, но вы же хотите на чужие деньги реализовать, правильно? Соответственно, те, кто вам деньги дают, должны сказать, ну, да, это чувак, как бы, там, или группа, группа, люди обычно дают на группу, и говорят, ну, эта группа вроде так, похоже, что с ними можно разговаривать, там же еще не только, вот, например, ваша способность довести до конца, понятно, что кроме вас там надо вам какую-то экспертизу добавить, но, есть люди, которые не понимают, что им надо добавить, они говорят, это моя идея, идея это все, а все там ваши имплементации, это все ерунда, ваши деньги, это ерунда, мне бы каждый дал, понимаете, поэтому, ну, иди пусть тебе каждый даст, почему ты ко мне пришел, то есть, есть люди, с которыми никто дел иметь не хочет, в силу того, какие это конкретно люди, у них может быть замечательная идея, может быть вообще идея инвестору нравится, но он тогда может быть с этой идеей кого-то другого возьмет, кто готов этой идеей заниматься, но с кем можно договариваться, о процентах там, о доле участия, эти прибыли, отношениях, взаимоотношениях, контроле, и там много вопросов, вот, насколько люди сговорчивые, насколько они с вами на одной, так сказать, как у нас говорят, на одной страничке, на одной платформе, общий уровень понимания вещей, примерно так, а записывать идеи, дело хорошее, вот, но если вы будете только записывать, конечно, то, я думаю, хороший талмуд получится такой, серьезная, толстая книжка, нереализованных проектов, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok